Всем привет, друзья! Это Рустам и Вероника, русский фэмили влог. Всем привет! Как делишки, как настроение? Настала осень, стало прохладно, пришлось опять одеваться, утепляться, и в квартирах, кстати, тоже, да? Очень холодно, очень. Одевайтесь теплее, пейте чай с лимоном, и главное, не простывайте, берегите свое здоровье. И не забывайте брать с собой термос с горячей водой. У нас сегодня малинка, тоже поддерживает иммунитет. Сегодня у нас есть кое-какие дела, нам надо съездить в одно место, но перед этим, перед этим, как мы отправимся в дорогу, я бы хотел из моей любимой рубрики «Вопросы о Караганде». Знаете ли вы Караганду? Вопросы мы берем, как вы помните, вот с этой книги Рушана Бараева. Почему, собственно, этот вопрос? Потому что мы сейчас направляемся именно туда. А куда? Слушайте вопрос. Этот человек в 1920 году провел исследование Карагандинского угольного бассейна и установил, что недра хранят 4 миллиарда тонн угля. Кто этот человек? Александр Гопеев, Корней Горбачев, Алексей Маргулан и Александр Гейнц. Как вы думаете? Я дал вам уже подсказку. Правильно, это Александр Гопеев, и мы сейчас едем на юго-восток, на улицу Гопеева. Интересно, среди наших подписчиков и людей, которые нас смотрят, есть ли те, для кого улица Гопеева родная? Может, кто-нибудь что-нибудь увидит интересное и очень такое, которое греет душу в такую холодную осеннюю погоду. Вот такие тучи сегодня стоят над Карагандой. Погода ночью опустится до минус двух. Будет ветер, дождь, гроза. Поэтому нужно утепляться как на улице, так и дома. Мы уже заехали на юго-восток. Здесь на Каргу новый дом уже сдан в эксплуатацию. Сделана детская площадка и крытая автостоянка. Немножко университеты начали оживать. Студенты появились, учителя. Возвращаться на учебу, да, начали? Сейчас время три часа, мне кажется, сейчас пары идут. Но когда вечером или утром, здесь уже людей достаточно. У нас из степи, конечно, такая пыль. Вот такие вот ветра в Карагандии, на юго-востоке в частности. Вот так вот. Заезжаем к одному интересному месту. Здесь сделали фотозону. Как вот слева наблюдаете, на синем фоне бабочки, различные крылья, сердечки, шары. Это акула, по-моему. Вот такая вот фотозона. Можно говорить, пойдем на гаражи фоткаться. Вот этот бассейн, кстати, когда мой отец учился здесь, они на первом курсе его строили. Студентами, да? Да, их студентами отправляли сюда строить. Но он так и не достроился. Не успели поставить окна, запустить его. И сейчас он выглядит вот так. Может быть, придет время и его достроят. А далее рядом это общежитие. Мне кажется, они до сих пор действуют. Потому что видно, машины заезжают, студенты ходят. Писали диссертацию. Ходили вот в эту библиотеку Караганинского университета. Ну, неплохая была библиотека и помогал нам библиотекарь, кстати, в нахождении книг и, в принципе, в информации. Понравилось нам. Повернули в сторону автостанции на юго-востоке. Здесь восстановительный центр был и сейчас действует. Всегда много машин, людей. Очень крупное медицинское учреждение. Поликлиника номер 5, это, по-моему. Ну, и, в принципе, территория, вот, восстановительный центр. Сейчас сюда перенесли Макожаново. А напротив здесь новые дома построили, различные офисы, организации. Вот, например, очень крупное учреждение. Большой супермаркет здесь. Мы его не видели. Ну, редко бываем. Но построили вот супермаркет. Кастра... Трансойл здание. И... Тоже дома жилые. Улица Габеева до 1980 года вот в Караганде называлась улицей Восстания. Пока Рустам ушел по делам, я сходила в супермаркет, который только что проезжали. Мы вам показывали. И нашла очень классную вещь. И, надеюсь, Рустаму она тоже понравится. Я нашла сушеную дыню. Он очень любит, но... Во всех супермаркетах оптимы, нормы, корзины мы почему-то не могли найти. А здесь она есть. Надеюсь, я купила ту, которую он любит. Сейчас проверим, когда он вернется. Ну, про себя я тоже не забыла. Купила себе вот такие орешки. Я их просто обожаю. Перепробовала все вкусы. С васаби, по-казахски, с сыром. Но вот эти вот грузинские самые вкусные. Они в панировке. Немножко остренькие. Со вкусом нуджики. Очень вкусные. Так что попробуйте. И, в принципе, недорого. 164 тенге здесь. Но, по-моему, я находила их где-то дешевле. Вы видели, какой сильный ветер. Но даже находясь в машине, ощущаются его порывы. Потому что машина немного подшатывает. Особенно, вот, находясь на юго-востоке. В городе такого нет. Рустам пришел. И я хочу вручить ему такой мини-презент. С чего это? С какой это радостью такой? Ну, просто я тебя люблю. Ну, ладно. А ты готов? Да, глаза выкрыть? Ну, да. Чего это? Открывай глаза. Подожди, подожди. Это что-то вкусное. Я ж в магазине. О, русло, мне надо так. Ага, нифига. А, дыня, ничего себе. Ну, круто, спасибо. Ну, мы давно не могли найти, да? Да, очень вкусненько. Ты не пробовала, да? Угу. Сейчас попробуем. Ну, это так. Я такой не пробовал еще. Ты же сам сказал, ты хочешь дыню. Ты любишь дыню. Слушай, она мы не могли ее найти. Да, да. Нет, я эту не пробовал, дыню. Ну, она мне нравится как бы. Тут, слушай, тяжелая. Тяжелая. Спасибо большое. Что, мы едем дальше. Едем на улицу Гапеева, про которую мы рассказывали в начале ролика. Тут новые дома, вон уже 5-этажки строятся, да? На автостанции. Да. Буду ехать здесь, в этот, в Курминку, в Жумабек, отсюда вот, часто здесь строят машины. Сера, да, сегодня? Очень серая, да. Очень серенькая, но. Ну, осень пришла, и она, Караганда, в принципе, будет серой с осени до середины весны. Дожди начнутся. Лево церковь. Да, я не знаю, сейчас в религиозные учреждения, как проход по выходным работают, нет. Но, когда был карантин, конечно, ничего не работало. И служб не было, ничего не разрешалось. Ни в мечетях, ни в церквях. Ни в доме всех болит и так далее. Ну, вот, Гапеева. Знаменитые дома. Да, такие монолитные, да. Своебразные, да, окрас такой у них. Вот зато сколько лет уже стоят, а не надо их, в смысле, не красить. Нет, чуть-чуть все-таки есть, да, уже, что вот этот синий кирпич, ну, именно синий. Немножко отлетел, да? Да, она чуть-чуть отлетает. Но все равно держится большинство. Даже здесь газон, вот. В футбол играют. А сейчас мы поедем в супермаркет, который находится в ТБЦ. Торгово-бытовой центр. Сейчас это Аян, плюс фикс прайс и много различных маленьких магазинчиков. Кафе там есть. Бибикон я вижу. Очень редко бываем в этом районе. Я помню ТБЦ. Был неплохой, по-моему, супермаркет. А вот в Аяне мы здесь не были. Интересно, как давно он здесь появился, да? О, смотри, чебуречная, метелица. Потому что здесь, вот, видишь, с левой стороны, вот, сейчас, очень много фурд постоянно. Очень много автобусов, которые идут на Балхаш, идут на Алмату. Поэтому, как бы, много часто здесь люди останавливаются. Именно, как автостанция такая, перекусить, закупиться в дорогу. Дождик начинает капать. Такие автоматы здесь до сих пор еще остались. Азарт, вот на этом люди зарабатывают, именно на азарте. Еще, еще, да, типа, сейчас я выиграю. Вторая попытка. Давай, сейчас все получится. Да. Давай, чего-нибудь, хватай ее. Ай-яй-яй, сорвалась. Бывает, ну. Такой большой супермаркет, огромный. О, кстати, вот для бани, смотри, здесь. Чего только нет, тоже веники, да, продают уже. Ну, давно, конечно, вот так собрался в бане. Вот, какой хочешь, хочешь бамбуковый. Вот есть дубовый, смятый. А вот это лаванда, наверное? Да, да, возможно, ага. Без химизиона. В бане помылся, заново родился, считай. Как она есть. Мы в основном гуляем только со списком, да? Если у нас нет списка, то... Я теряюсь вообще. Всего много. Все, идем на выход. Это попытка наверх, сколько? Три. А там, видишь, тут 45 штук дают, поэтому много. Много? Вот только Рустан может такое делать. Я вообще в шоке. Первые два раза, это же не я играл. Блин, Рустан, это как всегда. Ну, круто, круто. Если хотите поиграть в такую игру, берите Рустану с собой. Он с первого раза вытаскивает. Хотим посмотреть, что на втором этаже. Тут здесь установлен эскалатор. Фикс-прайс, мебельный. Все для дома, да? А, ну да. Вот такие сумки у нас были. Точно, точно. В общем, на втором этаже очень много мебели, фикс-прайс и товары для дома. О, дошли даже до детской игровой комнаты. Классно. Можно сидеть и наблюдать за ребенком. Кстати, здесь есть еще мир Индии. Вот этот мне стол очень нравится. О, это красиво. И стулья не плохие. И он стоит 45. Это просто стол, я понимаю. А, вот такие красивые. Ну, есть вот просто вот такие вот еще, а мне вот это понравилось. Вот такие вот стеклянные. Да, стеклянные. Разных цветов. Вот уже не надо считать. Никакую плюньку, да, кофе. Ну, тут фикс-прайс большой, очень. Да, знаешь. И выбор книг интересней. Здесь выбора очень большая была. Наши все раскраски, все развиванки, все книжки. Да, согласен. Мне вот тут нравятся картины по номерам. Пазлы. Я очень люблю, кстати, пазлы собирать. Они здесь недорогие. Но они детские, большинство. Люблю читать про скандинавские страны. И вот Рустам говорит, смотри, это тебе. Книга года в Швеции. Серебряная дорога. Да, но это может быть не Швеция, но она там, в смысле, прям популярна все, да? Мощный роман, от которого невозможно оторваться. Читал кто-нибудь? Расскажите. Что это, нет? Это я впервые тоже вижу. Самое главное здесь вот эти вот книги на английском языке. Вот второй уровень, первый, четвертый. Они делятся по цветам. И это значит, что это вот уровень, опять, желтый, это третий. А зеленый, это первый. Очень классно. Вот видите, все на английском. И внизу есть словарики. Слова. С перевода. Здесь тоже много всего для автомобилей. Рустам выбирает вонючку. Ну, мы ее так называем. А вообще-то ароматизатор. Да не знаю, они что-то так себе пахнут все. И надо, наверное, если покупать. Хотя я здесь не брал. Может быть, стоит попробовать. Сниматься на эскалаторе, а спускаться по лестнице за фикс-прайсом. Мы очень интересную вещь купили в фикс-прайсе. Сейчас приедем домой, вам покажем. Мы в фикс-прайсе купили подсветку для кухни. Вот такую вот, светодиодную. Здесь на шкафарме мы всегда хотели какой-нибудь свет, чтобы было дополнительное освещение. И мы как-то раз повесили, знаете, такие огоньки, которые на елку вешают. Вот, они нормально, но именно неудобно крепить их. Приходилось самим что-то придумывать. И они начали потом уже как-то там были игрушки такие. Сам фонарик, получается, лампочка, а поверх игрушка одета. Но это не очень выглядело. А здесь вот сегодня зашли, вот такую вот подсветку нашли. Она есть в двух цветах. Есть теплый свет, желтый. И есть холодный, это белый свет, да. Сейчас здесь, кстати, в этом наборе продаю специально идут шурупчики и пластмассовые держатели. Сейчас сюда прикрепим, я думаю, будет круто смотреть. Очень удобно. Вы пользовались, видели такие, нет? Кстати, недорого стоит. В комплекте крепление с шурупами и вот такой вот светодиодный. Сама лента такая. Светодиодная лента, да. Она, видишь, с включателем. Ой, вообще идеально. Класс. Тут как раз резетка просто. Вау. Ну, все. Мне нравится. Давай крепить. Вот так вот будет, да? Угу. Супер. Она 100 сантиметров. Как раз то, что нам надо. Угу. Ну что? Та-дам! Классно, Росик, сделал. Вообще, вот так вот, особенно если свет выключить еще. Круто. Продолжение следует. Круто. Продолжение следует. Продолжение следует.